В эфире Омск ТВ новости смотрите сегодня. Инвестиции в комфорт. Федеральный центр поможет Омской области обновить коммунальную инфраструктуру. Позволят перейти черту. Депутаты горсовета предложили пускать автомобилистов на полосы для общественного транспорта, но только по расписанию. Третье место в Европе. Омский авангард стал обладателем редкого для российских клубов достижения. Вода не приходит одна. Мэр Сергей Шелест и глава городского парламента Владимир Корбут проинспектировали службы, которые готовятся к паводкам. Омская область получит от федерального центра больше 2 миллиардов рублей на модернизацию коммунального хозяйства. Об этом рассказали в региональном правительстве. Программу, в рамках которой планируется масштабное обновление систем водоснабжения и теплоснабжения, одобрила комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснулина. Зампред федерального правительства отметил, что сфера ЖКХ в стране исторически была недофинансирована, но благодаря подобным программам все больше граждан смогут получать качественные коммунальные услуги. Документ, который подготовили в нашем регионе, рассчитан на 5 лет. В 2023 и в 2024 работы профинансируют из федерального бюджета на 2 миллиарда 200 миллионов рублей. В перечень для модернизации попали 48 объектов. По плану специалисты заменят больше 11 километров водопроводных сетей и почти 88 километров тепловых коммуникаций в областном центре и нескольких районах. За последние несколько лет мы последовательно обновляем коммунальную инфраструктуру. И поддержка федерального бюджета играет в этом вопросе большую роль. Модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – одна из наших ключевых задач. Региональная программа, поддержанная Маратом Шакерзяновичем, открывает большие возможности для этого. Мы вошли в нее с максимально возможным количеством объектов. Уверен, что благодаря запланированным мероприятиям мы уже в ближайшее время увидим позитивные перемены в сфере ЖКХ. В Омской полиции назначили сразу двух новых руководителей. Начальник ведомства Вячеслав Крючков представил личному составу Николая Сергеева, который займет должность замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по Омской области. И Михаила Рагулина, теперь замначальника городского УМВД. Полковник полиции Николай Сергеев родом из Горноалтайска. С 2020 года занимал должность начальника управления уголовного розыска УМВД России по нашему региону. Полковник Михаил Рагулин Амич служит в органах внутренних дел с 2001 года. Академию МВД окончил в 2007. Служил в отделе полиции номер 5. Сначала был заместителем его начальника, а затем и возглавил структуру. В 2018 году перешел на должность руководителя 11 отдела полиции. Готовность номер один. Мэр Сергей Шелест и спикер горсовета Владимир Корвуд отправились с инспекцией на базу управления дорожного хозяйства и благоустройства в Ленинском округе. В этой части города насчитывается больше 80 зон вероятного подтопления. Сейчас идет активная работа. Профильные службы намерены встретить половодие во всеоружии. Специалисты Ленинского ДЭО организовали четыре спецбригады, ежедневно выпускают в работу на улицах 30 единиц техники. А на случай нештатных ситуаций заготовлено 200 мешков с песком. При необходимости из них будут строить временные дамбы. Должен сказать, что если конкретно Ленинское ДЭО смотреть, из 81 места подтопления на сегодня осталось вывести только пять. Все остальные уже молодцы справились. И я надеюсь, что весь паводковый период у нас пройдет без каких-либо нештатных ситуаций. На особом контроле ВДХБ 239 точек на карте города. Пристальное внимание, к примеру, нужно уделить частному сектору возле озер Моховое и Чередовое. Для того, чтобы специалисты могли не прерывать работу, Управление дорожного хозяйства и благоустройства еще в январе закупило расходные материалы, инструменты и провело большой ремонт спецтехники. По последним данным, с улиц города на полигоны уже отправилось 783 тысячи губометров снега. На некоторые адреса дорожникам придется возвращаться. Последние дни выдались богатыми на снегопады. К слову, власти готовы бесплатно помочь с вывозом завалов семьям мобилизованных, ветеранам и одиноким пенсионерам, которые живут в собственных домах. Впрочем, то, насколько легко город переживет приход большой воды, во многом зависит и от самих амичей. Это комплекс мероприятий, которые главы округов и муниципалитетов готовят значительно раньше, оценивая все возможные риски, которые были на протяжении прошлых лет. И сегодня, наверное, задача не только муниципалитета, но и каждого гражданина и частного дома, квартальных провести комплекс мероприятий, обеспечивающих беспрепятственное прохождение весеннего половодия. Помимо вывоза снега на полигоны, рабочие активно расчищают ливневки, канавы, дренажные колодцы и промывают водоперепускные трубы, чтобы Омск не превратился в Венецию. Но даже когда большая вода уйдет из города, отдыхать специалистам УДХБ не придется. В ближайшие недели стартует дорожный сезон, а вместе с ним и пара благоустройства. В Омске назначили дату общегородских субботников. Первый из них состоится уже 15 апреля. Об этом сообщили в мэрии. А за несколько дней до всеобщей генеральной уборки с 10 апреля начнется месячник чистоты, который продлится до 7 мая. Что касается осеннего субботника, его назначили на 7 октября. Ну а месяцем чистоты, согласно проекту постановления мэрии, объявят период с 11 сентября по 8 октября. За это время планируется привести в порядок и общественные территории, и дворы многоквартирных домов. Традиционно к очистке города от мусора будут привлекать целые организации, бизнес-сообщества, членов комитетов ТОС и общественников. В Омске нашли компанию, которая займется вторым этапом благоустройства городского сада возле ТЮЗа. Территорию между проспектом Маркса, улицами Короленко, Ленина и Бростита за 35 миллионов рублей приведет в порядок компания Сибдор. Впрочем, интриги во время торгов не было. Победителем оказался их единственный участник. Проектом благоустройства предусмотрена укладка асфальтобетонного покрытия, монтаж ливневок, диодных светильников, а также установка детской площадки с ограждением и покрытием из резиновой крошки. На этапе озеленения подрядчику предстоит высадить около 20 крупномеров и живую изгородь из кизильника. Судя по опубликованным документам, приступить к работе специалисты должны уже 15 апреля, а закончить ее до 1 августа. Новые подробности строительства крематория в Омске. Московская компания уже завершает проектирование объекта. Об этом сообщает сайт Омскийнформ. От сроков подрядчик не отстает. Разрешение начать работы на земле специалисты планируют получить весной, к началу строительного сезона. Изыскания в части геологии и геодезии уже провели. Помимо этого компания комплектует спецоборудование. Как уверяют застройщики, оно позволит свести к минимуму негативное влияние на экологию. Впрочем, этому проекту еще предстоит пройти госэкспертизу. Напомним, крематорий планировали построить на территории Надеждинского сельского поселения в Омском районе, недалеко от завода пластмасс. За участок площадью более 8 тысяч квадратных метров организация ежемесячно платит аренду почти 300 тысяч рублей. Мэрия официально утвердила, даты и время полного перекрытия Ленинградского моста и закап ремонта. В администрации объяснили, ограничить проезд по нему необходимо для того, чтобы подрядчик смог спокойно выполнить особо сложные работы. Полный запрет на движение будет действовать раз в неделю, в ночь субботы на воскресенье. Первое перекрытие состоится с 11 часов вечера 18 марта до 5 часов утра 19. Последнее запланировано в ночь с 6 на 7 мая. В остальное время для водителей открытыми останутся две полосы. По одной в сторону центра и на левобережье. Временный запрет также будет действовать на участке дорог от улицы Суворова до улицы Ленина и от улицы Ленина до 3-й Островской. Водителей попросили скорректировать свои маршруты. Объезжать перекрытые участки можно по проспекту Маркса, Комсомольскому мосту, улицам Гагарина, Интернациональной, Красному пути, Маршала Жукова, Енисейской, 70 лет октября, Пафрунзенскому мосту и мосту имени 60-летия Победы. Напомним, завершить капитальный ремонт сооружения подрядчик должен в 2024 году. Омским автомобилистам могут разрешить заезжать на выделенные полосы. Но только до тех пор, пока не начнется утренний или вечерний час пик. С таким предложением выступили депутаты горсовета. Напомним, сейчас отдельные направления для пассажирского транспорта действуют на проспекте Карла Маркса, улицах Интернациональной, Гагарина, Лукашевича и Красном пути. Их общая протяженность составляет почти 6 километров. В этом году еще одна полоса должна появиться на улице Богдана Хмельницкого. Проектом предусмотрено, что она будет трехкилометровой. В мэрии полагают, что это поможет амичам без проблем добираться до места назначения, несмотря на в целом сложную ситуацию с трафиком. Мы видим, что с ремонтом моста пробки в Омске возросли и в утреннее, и в вечернее время практически на 2 балла. Выделенка, а она составляет около 6 километров, позволяет автобусам и троллейбусам, перевозящим амичей, двигаться. По правилам пользоваться этими участками дорог может только общественный транспорт. Заезжать на выделенные полосы рядовым автомобилистам запрещено. Однако, по словам Вадима Кормильца, среди амичей много нарушителей. Депутаты предложили контролировать их с помощью камер видеофиксации. А позже выступили с инициативой сделать специальные направления доступными для всех автомобилей. К примеру, установить временные лимиты, ограничить заезд на них с 7 до 10 часов утра, а во второй половине с 5 часов до 8. Остальное время выделенная полоса может функционировать как общее. Глава Дептранса сообщил, что эта идея реальна. Однако, необходимо привлечь к вопросу госавтоинспекторов, а заодно подготовить специальные информационные знаки. Некоторые депутаты выступили против. Глава муниципального предприятия «Электрический транспорт» Сергей Фролов отметил, сокращение периода действия выделенных полос для общественного транспорта обернется нарушением графиков водителей и массой негативных последствий. Предложения, которые высказали в Горсовете, отправлены на дальнейшую проработку. Вернуться к теме депутаты намерены в мае. После фестиваля «Крымская весна» омичей развезут по домам бесплатные автобусы. Транспорт отправится от спорткомплекса «Красная звезда» по пяти направлениям. Он поедет до остановок улицы Гашика, Бархатовой, 21-я Амурская, поселок Солнечный и в микрорайон Ясная Поляна. Напомним, масштабный праздник посвящен годовщине вхождения в состав России, Крыма и Севастополя. В 17.30 на «Красной звезде» начнут работать тематические площадки. Гости праздника смогут отправиться в виртуальный полет на параплане, поупражняться в прыжках в высоту и фехтовании, а также попробовать силы в кузнечном деле, изготовить сувенирную монету на память. Финалом фестиваля станет концерт Вики Цыгановой. Певица выйдет на сцену в 19.00. В тройке лидеров. Впервые в своей истории омский «Авангард» занял третье место по посещаемости в рейтинге клубов Европы. В среднем за играми команды следили 11 527 зрителей. Вместимость «Джидроэф-арены», напомним, 12 тысяч человек. Повторить такой результат и попасть в европейский топ-3 в 21 веке среди российских клубов удалось только петербургскому СКА. Что касается международного рейтинга, то в 20-й раз подряд первую строчку занял швейцарский «Берн» с показателем 14 750 зрителей. На втором месте немецкий «Кельнер Хайе». Средняя посещаемость матчей этой команды 13 901 человек. Ранее в СМИ появилась информация о том, что КХЛ стала четвертой по посещаемости хоккейной лигой Европы. Ее опередили турниры в Швейцарии, Германии и Швеции. Какие роли предлагает нам общество и чего хотим мы сами? Эта тема стала главной на бизнес-завтраке, который больше похож на девичник. За столом предприниматели, но исключительно женщины. У каждой своя точка зрения и свои нерешенные вопросы. Обсуждают все от модного образа до вечного философского вопроса, что делать, если в бизнесе все хорошо, а в личной жизни сплошной минус. Универсального ответа ни на один из этих вопросов нет, уверена организатор мероприятия Алена Кухаренко. Однако в ходе общения и в диалогах можно найти для себя подсказки, а дальше уже пробовать что-то изменить. Девичник — это мероприятие, можно сказать, социального плана, где каждая женщина может прийти и раскрыться. Она может рассказать какие-то свои моменты, она может поделиться тем, что у нее происходит, она может получить рекомендации мои, как психолога, как конфликтолога, как выстраивать отношения с мужчинами. Потому что не каждая женщина готова идти в терапию. У нас это не принято, и это звучит как какой-то вердикт, что со мной что-то не так. А когда мы приходим на девичники, когда девчонки посещают мои мероприятия, они чувствуют атмосферу, как будто они просто пришли поболтать. Но на самом деле проводится колоссальная работа с каждой по отдельности, и инсайты еще огромное количество времени потом догоняют участниц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok